Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем наши беседы, посвященные Святой Земле, посвященные библейской археологии, посвященные Священному Писанию и совершаем такое мысленное паломничество в цикле бесед, которые мы назвали «От Дана до Версавии». И вот в ходе этих бесед мы пока с вами в основном странствуем по берегам и окрестностям Галилейского озера, тем местам, которые были освящены божественным присутствием Спасителя, те места, в которых были освящены самые высокие, такие основополагающие истины его евангельского учения. Совершилось множество чудес, множество исцелений, поэтому они весьма важны и примечательны для каждого христианина и для каждого, кто старается внимательно читать, изучать Священное Писание. И вот сейчас мы с вами в ходе этого странствия нашего по Святой Земле, путешествия, подходим к тому городу, о котором сохранилось в Священном Писании весьма такое противоречивое упоминание. Это город Капернаум. И вот с одной стороны, Священное Писание называет Капернаум городом Христа, городом Спасителя, его городом. Как говорится, что Иисус сел со своими учениками в лодку и отправился в свой город, или приплыл в его город. То есть Священное Писание ясно несколько раз называет Капернаум не просто каким-то одним из городов, где проповедовал Спаситель, но его городом, городом, который стал для Спасителя каким-то таким пристанищем, особенно каким-то близким, даже, может быть, каким-то родным таким местом, в противоположность Назарету, где прошло его детство, где все его знали, но именно по этой, может быть, причине и не приняли. Как мы знаем, Господь говорит, что, к сожалению, с горечью, что не бывает пророка бесчестия только в Отечестве своем. Отчего и возникло такое крыватое выражение «нет пророка бесчестия» или «нет пророка в Отечестве своем», которое мы часто, так сказать, слышим уже по разным другим поводам, а не только в связи с жизнью Спасителя. Так вот, вот это вот как раз-таки в противоположность Назарету, Капернаум является таким местом, где Господь чувствует себя вот как бы у себя дома, чувствует себя как в своем городе. Но при этом мы видим, как Спаситель возвещает Капернауму, а заодно и близлежащим к нему городам, Евсаиде и Хоразину, возвещает горе, возвещает падение, как вот об этом говорит Евангелие от Матфея в 11 главе, что Господь начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомск отраднее будет в день суда, нежели тебе. И возникает, может быть, вопрос. Так что же тогда такое Капернаум? Город Спасителя? Его город? Город, в котором он чувствовал себя в окружении близких людей? Или вот то самое место, которому будет на суде хуже, чем Содому, хуже, чем Тиру и Сидону? Место, которому Господь возвестил горе? В чем же причина, может быть, такого странного, такого двойственного отношения к Капернауму, которое мы встречаем в Священном Писании? Отчего этот город, на котором столь явно излилось и благословение Божие, и явное благоволение Христа, и столь явное, в общем-то, произнесено было уничижительное слово, практически такое как бы проклятие, ну или вернее возвещение такой самой горестной и страшной судьбы этому городу. Попробуем, может быть, немножко разобраться в истории Капернаума и в близлежащих мест, и ответить на вопрос, почему же все-таки так произошло, и что именно с ними случилось, для чего вот как-то вспомним и о такой исторической перспективе, которая постигла с собой эти места. Итак, Капернаум ко времени земной жизни спасителя был таким сравнительно небольшим, но активно развивающимся, как сейчас бы сказали, гордым. Некогда, в общем-то, незначительное такое бедное рыбацкое поселение, Капернаум в воле случая стал, ну, относительно таким важным местом. Местом, в котором стали и во множестве селиться люди, и началось строительство, мы слышим, что там построена была новая синагога. С чем это было связано? А это было связано как раз-таки с тем, что после смерти Ирода Великого, как мы знаем, царство его было разделено на четыре части. И вот верхней Галилеи, которая лежала выше, севернее Галилейского озера, обладал четвертовластник, один из сыновей Ирода Великого, Филипп. А той частью Галилея, которая лежала ниже и имела своим главным городом сначала город Сипфорис, а затем Тивериаду, и являлась областью другого сына Ирода Великого, также носившего то же самое имя Ирода, Ирода Агриппы. И вот этот самый Ирод и Филипп, они, разделив на части свои владения, в Капернауме как раз-таки сделали границу. И Капернаум превратился в такое достаточно бойкое место. То есть здесь оказалось, с одной стороны проходило целый такой пучок дорог, узел. С одной стороны здесь лежала довольно важная такая римская торговая, магистраль Виа-Амарис. С другой стороны здесь проходили довольно важные пути, которыми можно было и западной Галилеи, и с ее портов, портов, извиняюсь, попасть в Иерусалим, в Иорданскую долину, и другие тоже такие важные места, по которым перемещались товары, и которые образовывали такую наполненную хозяйственную жизнь этого города. Понятно, что благодаря этому в Капернауме, как в таком пограничном городке, появились вооруженные силы, появились римские войска, появился тот самый римский сотник, который, как говорится в Евангелии, любил местный народ и построил для них синагогу, и благодаря этому Господь исцелил его слугу. В чем проявилась и большая вера этого сотника, появилась и та самая мытница, то есть место, где собирались налоги с проходивших и пересекавших границу торговцев, пошлины на товары, которые они пожелали ввести из теперь уже одного царства, царства Филиппа, области Траханицкой, области Верхней Галилеи, в другую область, область, где правил его брат. И вот благодаря всем этим, так сказать, политическим изменениям начал расти и Капернаум. И из маленькой рыбацкой деревушки он постепенно стал превращаться в такой, но уже более солидный, обстоятельный торговый галилейский городок. Поэтому там поселились все новые жители, и поэтому туда перебрались и какие-то новые такие чиновники, и богатые люди нашли необходимую построить какие-то свои дома для ведения своих торговых операций в этом приграничном городке. А буквально в нескольких сотнях метрах от него по другую сторону границы строился другой на тот момент тоже очень амбициозный на самом деле город. На месте небольшой, хотя и древней рыбацкой деревушки Бетсайда или Вифсаида, как она называется в священном писании в нашем переводе, откуда были как раз-таки родом братья апостола Андрей и Петр, строился большой Филиппом тоже и такой город, который должен был стать одним таким лицом его царства, город, который он назвал Юлией в честь супруги императора Октавиана Августа, весьма такой важный и значительный Матроне в Римской Матроны в Римской империи, соответственно, матери Тиберии и других потомков Октавиана Августа, которые правили на тот момент Римской империи. Если его брат и соперник Ирод строил город Тибериады, Тиберия, которую посвятил правившим на тот момент императору из числа потомства Октавиана Августа, то Филипп решил своим строительством почтить уже его мать Юлию, построив город, который из Вифсаида переименовал ее честь именем Юлия. И вот, так сказать, между... Естественно, что вот это все масштабное, обширное строительство привлекалось у новых людей, мастеров, строителей, которых надо было кормить, войска, которые должны были охранять всевозможных, так сказать, производителей сельхозпродуктов, рыбаков, естественно, умножилось, поскольку рыбу надо было ловить и продавать больше, как проходившим мимо торговцам, так и тем, так сказать, рабочим, которые появились в этих местах. И все это сделало вот это побережье, вот эту часть побережья Галийского озера таким очень кипучим местом, активно развивающимся, и как раз-таки это место выгодно отличалось тем, что там не было воспоминаний о Христе как о сыне Плотника, как о сыне Иосифа, как о скромном таком рабочем человеке, от которого как-то не приходится ждать невозвышенного слова, произносимого совластью никаких-то чудес, никаких-то таких вот великих дел, которые оказались даже просто и не в состоянии благодаря вот этому как сейчас выражается бэкграунду оказались неспособны вместить и вообще воспринять даже жители Назарета, которые знали Иисуса ребенком с детства, с юности, с молодости, с тех времен, когда он просто помогал своему отцу в его плотницком деле. Не плотников ли он сын, спрашивали они. Жители Капернаума, жители Вевсаиды, Хоразины не задавали таких вопросов. Для них он был именно тем, кем он явился в эти места, великим учителем, великим проповедником, великим чудотворцем. И поначалу надо сказать, что жители этих мест, в особенности Капернаума, восприняли появление спасителя с очень большим, видимо, таким вот энтузиазмом, хотя исторически это слово может не совсем является подходящим, но тем не менее. То есть с большим воодушевлением, с большой радостью. И на стороне спасителя в Капернауме оказалось очень много представителей власти. Ситуация совершенно не характерная для вообще большинства мест, в особенности после того, как книжники и фарисеи и старцы Иерусалима объявили спасителя своего рода персоной нонгратом, так сказать, нежелательным лицом, который возмущает спокойствие иудейской общины. Не таким, совершенно не таким было отношение к спасителю представителей власти в Капернауме благодаря тому, что Господь успел, сумел совершить целый ряд каких-то богодеяний, которые были оказаны как раз-таки вот этим непоследним совсем в Капернауме окрестностях людям. Ну, мы с вами вспоминая, знаем, что Господь исцелил слугу сотника, о чем уже было только что говорено, да, причем явилась такая вера сотника, когда он сказал спасителю, что он, будучи человеком находящимся под властью, при этом и сам может раздавать приказы, распоряжения, ему совсем не обязательно идти куда-то самому, он может послать подчиненных ему солдат или слуг, и поэтому он ждет, что Господь скажет лишь слово, и слуга его будет исцелен. И вот эта удивительная вера, удивительная в представителей языческого народа, в римляне, она вот достойна того, чтобы Господь ее похвалил, и для того, чтобы она навеки осталась в памяти событий, изложенных евангелистами. Также апостол евангелист Иоанн Богослов упоминает о том, что в Капернауме Господь исцеляет подобным, сходным же образом, так сказать, одним своим словом, исцеляет и сына некоего царедворца. То есть мы видим, что в Капернауме на тот момент уже завелись и такие, в общем, птицы, как царедворцы, то есть вельможи. Может быть, это там у него были какие-то загородные владения, дома у этого царедворца, что он делал в таком, в общем, незначительном месте, как Капернаум, не столичном, а может быть, так сказать, там было место его каких-то служебных обязанностей, которые он должен был там выполнять, следить за какими-то процессами, которые происходили в Капернауме, ну и тогда это явно представитель местной администрации. Другим подобным представителем, как сейчас бы сказали, местной администрации, являлся и начальник синагоги Капернаума Иаир, у которого Господь воскресил дочь. Это было великое, конечно, чудо, великое богодеяние, которого не мог событь ни начальник синагоги, который даже оказался упомянут в Евангелии по имени, в отличие от безымянных царедворцев и сотников и прочих из тех, кому Господь оказал благодеяние, то есть по всей вероятности это имя стоило того, чтобы его запомнить и передать его в Священном Писании. То есть мы видим, что на стороне Спасителя в Капернауме складывается такая уникальная совершенно ситуация. На его стороне оказываются именно не последние люди, а те люди, которые, в общем-то, определяли, способны были определить всю жизнь этого сравнительно небольшого городка. Это Сотник. Кто такой Сотник? Это фактически вся военная, административная, полицейская власть в этом месте. Это и начальник полиции, можно сказать, и в то же время Сотники, как и нынешние генералы, обладали своими воинами не только как такой военной силой боевой единицы, ведь хорошо известно, что римские солдаты для того, чтобы не подвергнуться совершенно какому-то разложению в мирное время и вообще даром не есть свой хлеб, являлись очень такими активными строителями и возвели в том числе знаменитую Апиеву дорогу и множество других дорог построили по всей империи просто каких-то зданий. То есть в распоряжении Сотника еще являлась и такая значительная строительная сила в лице подвластных ему легионеров, а соответственно у него в руках находились очень такие важные экономические рычаги, которыми он мог влиять на всю так сказать ситуацию во всей округе и не только в Капернауме. Ну и начальник синагоги понятно, так сказать, если на твоей стороне начальник синагоги, то в общем-то на твоей стороне симпатии ну такой всей, можно сказать, духовно значимой части общества, да, то есть таких духовных вождей. И в этом смысле, конечно, действительно, ситуация в Капернауме, она совершенно уникальная. Не приходится удивляться тому, что Священное Писание, видимо, вслед, так сказать, за современниками Христа называют Капернаум его городом. Да, то есть это город, в котором Спаситель, о котором сам он говорит, что Сын Человеческий не имеет к тебе главу подклонить, ждали, готовы были принять, готовы были слушать Его Слово, готовы были помогать Ему при какой-то необходимости, хотя, как мы знаем, Господь не искал какого-то такого земного участия, земной помощи. Ну и среди простых местных жителей было немало тех, у кого было достаточно причин быть благодарными Господу за все те многочисленные чудеса, которые он совершил. Но мало того, конечно, что Капернаум сделался таким центром паломничества, куда приходили люди со всех окрестных вообще странно десятки, сотни километров вокруг, услышав и Спасителя. Понятно, что такое паломничество сюда не могло не радовать опять же власти города, которым все эти люди, ну и простых жителей этого города, которым такое паломничество приносило, надо думать, тоже немалый доход. Ну, достаточно вспомнить хотя бы о той женщине, которую Господь исцелил от кровоточения многолетнего, да, когда шел воскрешать дочь начальника синагоги Иаира, которая, как мы знаем, была родом из Кесарии Филипповой, где впоследствии она построила, поставила первую статую Спасителя, от которой тоже простекало много исцелений, о чем мы говорили в нашей беседе, посвященной Кесарии Филипповой и горе Ермону, так сказать, в предгорьях, в которых этот город был построен. То есть география тех, кто приходил в Капернаум, была очень широкой. Там было много людей, которые со своими нуждами приходили для того, чтобы получить помощь от нового такого великого учителя, проповедника и чудотворца. Можем вспомнить и тех четверых жителей по всей вероятности именно Капернаума, которые, не имея возможности попасть в тот небольшой домишко, в котором Господь учил тех, кто получил такую счастливую возможность в нем собраться. А домики, судя по раскопкам, были весьма действительно маленькими, тесными, состоявшими из одной комнатки, строились из местного черного базальта, крылись либо глинопитными, либо такими легкими крышами из связок местного тростника или пальмовых ветвей. И вот эти четверо, не имея возможности попасть к Спасителю, получить у него личную, так сказать, аудиенцию, идут на такую достаточно крайнюю, может быть, даже в каком-то отношении хулиганскую меру по отношению к домовладельцам. Они забираются на крышу, раскапывают, как говорится, в Евангелии эту крышу, ну, то есть, видимо, глиняную, или имеется в виду, что они, так сказать, эти убирают часть вот этих вот связок тростника таяли пальмовых ветвей для того, чтобы получился, так сказать, достаточный проем, и прямо перед Спасителем вот в этой толпе народа на носилках опускают лежащего парализованного, да, вот этого расслабленного, и Господь, видя их веру, говорит им, упрощаются тебе грехи твои, и в то же время, так сказать, будучи сердцеведцем и видя, что в сердца тех, кто присутствует здесь, входят такие помыслы, сомнения греховного о том, что кто же может прощать грехи, кроме самого Бога, спрашивает их, что проще, сказать, прощаются тебе грехи твои, или возьми постель твою и ходи, или встань с адра твоего и ходи, но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет силу и прощать грехи, и исцелять, говорю тебе расслабленный, встань с адра своего и ходи. И одним своим вот этим словом исцеляет и множество подверженных греховному сомнению сердец, и расслабленного, которого по вере этих четырех его друзей воздвигает садра многолетней болезни и дает ему возможность вновь активно жить и действовать, проводить свою жизнь в трудах и какой-то такой необходимой ему телесной деятельности. То есть множество людей и упомянутых и упомянутых лишь вместе о том, что Господь исцелял всевозможных больных, изгонял бесов и задержимых, очищал прокаженных, вот все вот эти чудеса во множестве совершались в Капернаумии в его окрестностях. Поэтому и у жителей Капернаума и у тех, кто приходил туда, было множество поводов для того, чтобы прославить Спасителя, для того, чтобы быть ему благодарными, для того, чтобы всею душою воспринять его Евангелие. Но почему же происходит такая странная перемена в сердцах жителей этого города, которая заставляет по всей вероятности многих из них отвергнуть Спасителя, уйти от него, соблазниться, перестать воспринимать его как Спасителя, и на весах их сердец вот этот соблазн перевешивает все те многочисленные чудеса, все те удивительные совершенно явления очевидцами, а зачастую участниками, которых они являлись. Вот происходит такая странная вещь, и во многом она как раз таки связана с вот этими чудесами умножения хлебов и рыб, о которых мы тоже с вами вот сейчас вот вспоминали в контексте наших бесед о событиях, происходивших в окрестности Галилейского озера. Как ни странно, одной из причин вот такого внезапного отвращения от Спасителя, которое повлекло за собой его так сказать, вот уничижение Капернаума, как города, которому будет хуже, чем Содому, явилось вот это великое чудо, которое Господь сотворил по своему милосердию. Надо сказать, что сотворил он его не однажды, и, вероятно, это тоже явилось одной из причин, почему от него отвратились многие правоверные иудеи. Казалось бы, это чудо должно было еще больше расположить людей к Спасителю, но во многом получилось наоборот. Почему? Потому что вообще вот это совершенное Спасителем чудо вызвало очень большое брожение в умах окрестных иудеев. Оно заранило в них совершенно ложную идею и совершенно ложное восприятие Спасителя. Сделавшись очевидцами или, по крайней мере, даже просто услышав о таком чуде, когда Господь вот этими пятью хлебами накормил пять тысяч человек, еврейское население Галилеи не могло не прийти к такой очень, ну, будучи людьми практичными, они, в общем-то, достаточно быстро нарисовали для себя такую перспективу, в которой, как им казалось, для Спасителя есть вполне определенное место. Они пожелали сделать его царем. Дело в том, что вообще жители Галилеи, несмотря на то, что считались населением иудеи и в особенности Иерусалима каким-то таким не вполне чистым, не вполне, может быть, соответствующими всем нормам морали и религиозной чистоты, прилагаемым к правоверным иудеям, на самом деле были большими патриотами своей страны. В особенности, может быть, этот патриотизм насаждался в них еще и благодаря тому, что их-то страна как раз-таки несла на себе намного более ощутимые проявления той самой оккупации чужеземными войсками и чужеземным населением, чем та иудея, которая этими вещами, этими процессами была затронута в намного меньшей степени. Дело в том, что как раз-таки в Галилее частично располагалась вот та самая область Десятиградия. Несколько из вот этих десяти городов Декополиса, которые были созданы здесь римским правительством еще в 63-м году до Рождества Христова, были населены вот как раз-таки греками-колонистами, язычниками, которые занимали и лучшие места, и лучшие земли, и выгодные позиции, вообще приобретали такой и экономический вес, и естественно определенные права, которыми пользовались вот эти греческие полисы, что не могло не вызвать определенную зависть, недовольство у коренного населения Галилеи, которое начинало справедливо и несправедливо опасаться того, что эти пришлые, да еще и язычники, иноверцы захватят все те жизненные бога, которыми с незапамятных времен обладали предки иудеев и надеялись, так сказать, обладать они сами и их потомки. поэтому вот эти патриотические настроения в, так сказать, идеи о том, что, скажем, Израиль для израильтян, для евреев, они достаточно сильно были распространены как раз-таки именно у жителей окрестностей Галилейского озера. И поэтому вот эта тенденция к тому, чтобы в какой-то момент возмутиться, это тенденция ожидания того, что Мессия придет как царь, как земной правитель, который возглавит их, поведет их на сокрушение Рима, на отвоевание их собственной политической независимости, их богатства, которые рисовались иудеям пророками, потом впоследствии многократно рисовались уже в их собственном воображении, обрастая самыми такими разными бытовыми чертами и признаками всевозможных удобств и привилегий, которыми должны были они под властью такого Мессии обладать, они, конечно, в какой-то момент заставили видеть в Христе именно вот такого земного царя. Ну, действительно, посмотрите, как удобно, ведь такой царь может возглавить любую армию, сделать ее абсолютно непобедимой, этой армии не нужны никакие припасы, взял пять этих булочек, разделил, раздал народу, раздал своему войску, не надо тебе ни фуража, ни затрат никаких, так сказать, на то, чтобы обеспечивать войско провиантов, да как удобно, ранили тебя в бою, он тебя исцелил, более того, убили, воскресил, и вот все вот эти чудеса, которые Спаситель совершал, они стали рассматриваться вот этим галилейским населением в каком-то совершенно уже ином, особенном ключе, в ключе политическом, в ключе той самой еврейской революции, которую они готовили, которая разразилась буквально спустя тридцать с небольшим лет после земной жизни Спасителя, когда наконец-таки все эти бродившие, кипевшие и собиравшиеся настроения вдруг взорвались и вылились вот в ту самую первую Иудейскую войну, началом которой как раз-таки послужило восстание в Галилее. И вот в этих своих практических, в этих своих политических целях жители Галилеи и хотят использовать Спасителя, хотят очиститься при его помощи от какого-то такого падающего на них тени якобы не вполне полноценных и чистых иудеев, они понимают, что это их такой шанс на исторический реванш сделать спасителями Отечества и доставить ему вечную такую, как им казалось, неприходящую славу с таким замечательным царем и полководцем, которым мог бы явиться вполне такой удобный мессия, способный совершать такие вот замечательные дела, как умножать хлеба, рыбы, исцелять раненых и больных и делать прочие полезные вещи и обращать в бегство своих врагов, возможно, так же, как им тоже хотелось думать. Но это совсем не то, конечно, чего искал и ждал Спаситель. Он пришел для того, чтобы принести на эту землю Царство Небесное, открыть для падшего человека Царство Божие, а отнюдь не обслуживать какие-то политические амбиции местного, местечкового иудейства галилейского или любого другого, для того, чтобы даровать им какие-то политические привилегии и служить, так сказать, утехой их местному национализму. Это как раз таки то, что совершенно противоположно вообще всем устремлениям Спасителя. И поэтому мы видим, что как только Спасителя хотят где-то поставить царем, он садится в лодку, переплывает на другой пустынный берег или на тот берег, где его не будут искать, даже совершает такие обманные, как можно сказать, маневры, когда он своих учеников отсылает в лодке на другой берег Галилейского озера, сам остается с толпами людей на этом, а ночью, вечером в буре идет по водам, нагоняет свою лодку, и потом толпы народа не могут его найти. И уже услышав о том, что Спаситель оказался странным образом в Капернауме, хотя они видели, что он не садился в лодку со своими учениками, уже обегают это Галилейское озеро, прибегают в Капернаум для того, чтобы задать этот недоуменный вопрос, каким образом он сумел оказаться здесь. И встречают совершенно иные слова, слова совершенно иной, другой проповеди, в которых Господь упрекает их за неверие, в которых Господь говорит им о том, что он хлеб, сошедший с неба. Они говорят, давай нам такой хлеб, мы готовы каждый день его есть. и Господь говорит, да нет, плоть моя хлеб, кровь мое вино, если вы не будете вкушать от плоти моей, не будете иметь себе жизни вечной. Вот это странная, непонятная перспектива, это какие-то соблазнительные слова, какой-то, просто что, это какой-то древний еллинистический каннибализм какой-то, который совершенно не укладывается в представлении, в совершенно таком земном, приземленном представлении этих слушателей спасителя. Они видят, что спаситель ведет себя совершенно не так, полностью противоположно всем их ожиданиям, ведет себя как какой-то дурачок, ненормальный, а в своем ли уме этот человек, потому что мы сам одержим бед, да может быть и те чудеса, которые он делает, он делает силой бесовской, вот такие сомнения, вот такие недоумения, соблазны начинают роиться в их умах. Что за странные вещи он нам говорит? Почему он не хочет быть царем? Почему он не хочет нас возглавить? Да мы же быстренько тут сейчас соберем, создадим войско, пойдем вперед, так сказать, все завоюем с таким-то предводителем. Почему он этого не хочет? Как глупо, как безумно, невероятно, может он не от мира сего? Да он и сам об этом говорит, что царствие мое не от мира сего. И вот это начинает совершенно разочаровывать, начинает соблазнять ту и, видимо, на самом деле немалую часть населения и Капернаума, и Вевсаиды, и Хоразина, которым обращает свое гневное слово Спасителя. Более для того, для того, чтобы показать, что он пришел сюда совершать чудеса не только для иудеев, ведь Господь совершает и второе чудо умножения хлебов и рыб. Почему Господь, почему Господу понадобилось два вот таких совершенно, казалось бы, одинаковых чудо, которые он совершает в разных местах. Потому что другое чудо, которое он совершает, было совершено им уже не только для иудеев, среди его слушателей на этот раз и среди тех, кто является восприемниками вот этого умножившегося хлеба, который он раздает собравшимся тысячам людей, очень много как раз таки выходцев и из Десятиграде, о чем говорит Священный Писание. То есть язычникам, грекам, колонистам, то есть тем, кто по представлениям правоверных галилейских иудеев, ну никак уж не должен был сподобиться таких материальных чудесным образом на халяву получаемых от спасителя благ. Кто же он такой, если он вместо того, чтобы кормить своих собратьев, начинает кормить еще и этих чужаков, этих колонистов и Десятиграде, которые, как говорится в Писании, прославляют Бога Израилева благодаря этому чуду. И вот это повторное насыщение хлебами тысяч слушателей, оно тоже является тем моментом, по всей вероятности, который отвращает от спасителя сердца таких патриотичных галилейских иудеев. Поскольку это чудо Господь совершает уже не только для них, но и для тех, против кого в общем-то они вот уже готовы были бы собраться, пойти и воевать и побеждать под руководством обретенного имя Мессии. И, кстати говоря, в паломнической традиции византийской сохранилось и второе место умножения хлебов и рыб. Сейчас оно, к сожалению, как-то достаточно подзабыто, там не построено никакого ни храма, ни памятника. Находится оно уже на другой противоположной стране Галилейского озера, там, где подступают к нему голландские высоты. Там есть такое местечко, которое называется по-арабски Аль-Курси или Курси, посвященное как раз таки тому, где Господь исцелил бесноватых и отправил легион бесов в стадо свиное. Вот неподалеку от этого Аль-Курси есть такой полузаброшенный какой-то парк аттракционов Унагаль. Если заехать на его территорию, проехать дальше по берегу, то там на берегу будет стоять такой обелиск небольшой, и таким образом отмечено то место, в котором было совершено вот это второе чудо умножения хлебов и рыб, совершенное спасителем. В общем-то, место, которое тоже можно посетить, если мы хотим придерживаться как-то воспоминания этих священных евангельских событий, совершая наше паломничество в святую землю. То есть, кому Господь возвещает горе, обращая эти слова к жителям Капернаума, Вифсаиды и Хоразина? Конечно, не к тем, кто в благодарной памяти своего сердца сохранял все те благодеяния, которые совершил для них Господь. Это горе обращено к той части и, видимо, в какой-то момент части, ставшей, может быть, преобладающей частью населения Капернаума, Вифсаиды, Хоразина, именно к тем, кто объединился в своем неприятии Христа, поскольку не увидел в нем того Мессии, которого хотел бы видеть. Видели в нем совершенно какого-то другого человека. Разочаровался в нем, поскольку он возвещал царство небесное, а не царство земное. И надо сказать, что исторически вот это противостояние, оно, в общем-то, сохранялось и впоследствии на протяжении довольно долгого времени. Ну, что касается, например, Капернаума, то его население очень четко и жестко разделилось на две такие неравноправные, равномерные и, надо сказать, очень агрессивно порой относившиеся друг к другу общины. Общину иудейскую, ту, которая стала исповедовать вот этот нео-иудаист талмудический, общину иудеев, не принявших Христа, и общину из иудеев и греческих колонистов, которые здесь поселились и жили, которые являлись христианами. Между ними шла такая многолетняя, то затухающаяся, то с новой силой разгоравшаяся вражда, ну, таким символом, который, например, в Капернауме, который раскопали только в конце 19-го, 20-м веке, служат два сохранившихся памятника. С одной стороны, на берегу озера было построено здание церкви, посвященное чуду исцеления спасителям тещи апостола Петра. Сам Петр, как мы знаем, происходил из Вифсаиды, об этом говорится в Евангелиях, но, видимо, имел свои корни и в соседнем Капернауме, видимо, оттуда и была его жена, поскольку там жила его теща, и в Евангелии от Матфея сообщается о том, что Господь, придя в дом Петров, застал его тещу, лежащей с тяжелой простуды, по всей вероятности, в горячке, с высокой температурой, и он лишь прикасается к ее руке для того, чтобы избавить ее от этого недуга, воздвигнуть ее, и, как говорится, она встала и служила ему, и пришедшим в дом к ее зятю-гостям. И вот это место дома Петровой тещи, оно почиталось христианскими паломниками с самых первых времен развития этого христианского движения. Об этом месте упоминают тоже уже и паломницы IV века и Герия, упоминают и другие паломники, тоже Антони из Печенцы и прочие приходившие сюда, которые застали эту церковь в такой динамике постепенного роста, перестройки. Сначала это, по всевероятности, вообще была маленькая домовая церковь, так называемая инсула, маленький домик, который хранился местными христианами как домовый храм в память о том чуде, которое было здесь совершено совсем еще недавно, и вот эта память сохранялась в первые века. Уже в IV веке здесь была построена церковь, небольшая византийская церковь, тем же самым Иосифом, князем галилейским, о котором мы упоминали в нашей беседе, посвященной гиптопигону, тапхем. Вот тот же самый соратник императора Константина и обращенный из-за иудаизма православный правитель Галилея строит первый настоящий храм в IV веке на месте этого дома Петровой тещи. Затем уже в более поздние времена в VI веке здесь возводится такая традиционная для этого времени восьмиугольная церковь, такая византийская. Довольно часто в то время во многих святых местах строили храмы, которые в плане в основании имели форму восьмиугольника, октагона. таких храмов было довольно много и в монастыре Кафизма недалеко от Вифлеема и на вершине горы Горизим выселась такая восьмиугольная церковь и церковь на месте Вознесения Господня тоже имела такую форму византийские времена. Это вот как-то такая распространенная архитектурная форма того времени, образцов которой до нашего времени, к сожалению, сохранилось очень немного. К сожалению, погибла и эта древняя византийская церковь. И погибла она как раз-таки в связи именно даже не с землетрясениями, которые часто посещали этот сейсмически активный край и наносили ему большие разрушения, а именно с действиями вот той самой иудейской общины, которой Господь возвестил горе, сказав, что она не извергнется до ада. Действительно, сколь велико было духовное падение этих людей, которые видели такие чудеса, имели возможность не только слышать слово спаситель, но и физически действительно прикоснуться к нему в прямом непосредственном смысле этого слова и в то же время отказались от высоты его учения ради своей местечковой гордыни и объединившего их национализма. Сколь же велико и действительно до каких глубин ада доводило их это падение. Образцом этого является и та ненависть, которая носила в себе эта иудейская община. Символом ее величия и процветания, надо сказать, на тот момент была прекрасная белая синагога, построенная в Капернауме прямо напротив дома Петровой тещи. Надо сказать, что, видимо, она построена на историческом месте, где была синагога во времена Спасителя, но та белая синагога, в которую сейчас возят паломников в Капернауме, синагога, построенная из белого камня, она, конечно, была построена все-таки в намного более позднее время. Синагога времен Христа строилась из простого черного базальта, которого множество в окрестностях, да вообще, собственно, на каждом шагу подойди к берегу озера, и там все эти черные базальтовые волны навалены один и на другой, бери обтесовый и строй все, что хочешь из него. Но богатая иудейская община IV века, Капернаума, она желает оставить такую память о себе и создать вот такое удивительное для того времени эстетическое чудо. она привозит откуда-то издалека, явно не из-за каких-то ближайших окрестностей, белый мрамор, который очень ярко и выгодно выделяется на фоне вот этих черных базальтовых стен обычного рядового галилейского камня, строительного материала, из которого там строилось практически все. Вдруг, представляете, в этом черном городе такое яркое белое пятно. вот эта синагога IV века стала такой, как бы, несмотря на свой белый цвет, вместилищем черных сердец. И между теми, кто посещал ее и теми, кто молился в христианском храме напротив, не утекала вражда. Поэтому, когда в 613 году на Галилею обрушились полчища персов, персидского царя сасанитской династии Хазроя II, которые разрушали в том числе и христианские святыни по всей стране, к ним очень быстро примкнули и местные жители числа иудеев и обиженных византийской властью самарян. Они создали такие карательные отряды, и надо сказать, что как раз-таки в значительной степени кровопролитие, резня, разрушение христианских святынь была на совести как раз-таки вот этих иудейских и самаритянских карателей, которые вырезали, ну просто тысячами христианское население и разрушали его памятники святыни. И вот тогда в 1613 году синагога победила церковь и храм над домом Петровой тещи был разрушен. Но надо сказать, что после того, как этот баланс повернулся в другую сторону, после того, как войска Хазроя были изгнаны оттуда и побеждены византийским правителем оператором Ираклием, христиане посчитались своими ненавистниками и врагами и белая синагога украшения Капернаума и всех, так сказать, окрестных мест берега Галерийского озера была ими, в свою очередь, тоже разрушена. Ну, не до основания, но сохранилось от нее, как мы сейчас можем видеть, не так уж много. И вот эта вражда, она не затихала до самого арабского завоевания, которое внесло свои, так сказать, коррективы в VII веке в эту историю, а в 746 году Капернаум со всеми его спорами, дрязгами оказался разрушен тяжелейшим землетрясением, которое, ну, там была целая серия землетрясений в VIII веке, которое разрушило множество и христианских, и иудейских памятников и святынь. С этого времени начинается постепенный, но необратимый упадок Капернаума, который все глубже возводит его в ту адскую бездну, возвещенную спасителем. В скором времени в Капернауме не остается ни синагоги, ни храма, а надо сказать, что вообще после VIII века были очень ужесточены мусульманские законы для того, чтобы построить или даже просто восстановить, отремонтировать разрушенный землетрясением или чем-то каким-то другим событием храм или синагогу, нужно было платить очень тяжелую, большую, пошлину исламскому правительству. И поэтому очень многие монастыри и храмы и в Галилее, и в других местах оказались после разрушительных, тяжелых землетрясений VIII века уже никогда более не восстановлены в своем первоначальном величии. Святыни и города оказывались заброшены по необходимости теми, кто в них жил. Поэтому и Капернаум очень быстро превращается опять в маленькую рыбацкую деревушку. Еще в XVI веке сохраняются последние упоминания о тех нескольких домиках, которые стояли на месте Капернаума и дальше до самого конца XIX века здесь никто больше не селится, никто не живет и развалины этого Капернаума в конечном счете выкупаются половина францисканцами, которые проводят здесь археологические работы и восстанавливают части древнего Капернаума и половина примерно чуть меньше половины исторического Капернаума оказывается выкуплена иерусалимской патриархии православной греческой оказывается в ее владении там тоже проводились археологические раскопки ну как мы знаем францисканцы восстановили вот эту белую синагогу хотя бы отчасти то что можно было чтобы как-то сохранить какое-то воспоминание представление об этом месте и они же раскапывают и дом Петровой тещи но к сожалению в 60-е годы благодаря возобладавшей в католическом мире архитектурной моде они так сказать помещают очень странные сооружения на месте дома Петровой тещи которые напоминают скорее какую-то приземлившуюся летающую тарелку такой НЛО чем христианский храм на таких каких-то подпорках курьих ножках бетонных стоящие плоские совершенно какой-то такой храм абсолютно не похожий ни на один из христианских храмов но при этом со стеклянным полом для того чтобы молящиеся в нем могли под ногами видеть так сказать раскопки того что осталось от разных стадий существования в качестве древнехристианского византийского храма дома Петровой тещи ну очень спорное на мой взгляд в эстетическом плане и архитектурном решении такое не прибавившее как-то благоговения и красоты этому святому месту ну а в принадлежащей иерусалимскому патриархату части как мы знаем изведен замечательный храм в честь 12 апостолов и гостиница небольшая гостевой дом который по местному преданию по местному отождествлению стоит на месте того дома где было совершено исцеление вот того самого расслабленного которого опустили перед спасителем четверо его друзей совершив акт мелкого так сказать вандализма и раскопав крышу дома в которой находился спаситель видимо хозяева все-таки простили им это безобразие повод был достаточно важным ради которого они это сделали и совершили но это место весьма любят наши православные паломники там настоятелем этого небольшого монастыря с ярко-розовыми такими красными куполами является греческий монарх отец Иринарх Митас который специально для того чтобы принимать русских паломников выучил русский язык и с такой большой добротой такой какой-то подлинным византийским гостеприимством и щедростью принимает приходящих приезжающих к нему паломников ежедневно практически без выходных постоянно неся вот свой такой труд страноприимства на этом святом месте но тем не менее посещение Капернаума для нас не только повод вспомнить город спасителя город в котором было совершено такое огромное количество чудес произнесено столько возвышенных слов его божественной проповеди но и повод для того чтобы убедиться воочию в том горе которое постиг Капернаум который с той духовной высоты на которой стоял благодаря присутствию в нем спасителя не зринулся до такой глубины и в духовном и в земном материальном отношении но если говорить о вевсаиде и харазине то их постигла не менее так сказать печальная судьба причем намного скорее чем Капернаум блистательную Юлию в которую превратил рыбацкую деревушку вевсаиду четвертовластник Филипп и которая судя по всему превзошла своими размерами и блеском и ново отстроенная Капернаум уже в 363 году практически полностью смыло Галилейское озеро одним из таких вот тоже последствий локального землетрясения грязевой поток так называемая сель затопила собой все улицы на несколько метров все прекрасные постройки этого города снесла их в Галилейское озеро так что это место оказалось абсолютно забыто не то что до 19 до 20 века только сейчас там проводились какие-то такие сравнительно небольшие раскопки но и по сию пору смотреть там практически не на что там в общем-то как-то практически все что там нашли включая кстати говоря ту статую древнефиникийского бога Вауа который мы упоминали вывезли в музей Рокфеллера в музей исторический музей в Иерусалиме а сейчас даже ну практически такой незначительный археологический парк который можно посетить на месте древней Вифсаиды которую в прямом буквальном смысле постигло горе разрушения и полного забвения и действительно Тиру и Седон отрядней сейчас чем этой бедной Вифсаиде то же самое постигло и Хоразин который находится несколько выше Капернаума чтобы попасть туда нужно подняться по дороге которая ведет в гору выше горы блаженств небольшая как бы шоссейная дорога которая петляя поднимается к основному шоссе соединяющему север и юг страны и вот примерно на полпути этого подъема небольшой указатель Альмагор Кибуц Альмагор проехав по которому вы можете попасть на место исторического Хоразина тоже некогда достаточно богатого красивого поселения где стояла прекрасная резна из черного базальта синагога лишь незначительная часть сейчас ее восстановлена ну и в общем тоже весь смысл посещения этого Хоразина сейчас может состоять только в том чтобы опять обратиться к 11 главе Евангелия от Матфея и вспомнить ту горестную судьбу которая постигла эти города вот таким образом тем выбором который совершается в глубине человеческого сердца Капернаум Вифсаида Хоразин оказались окончательно разрушены хоть и не вполне забыты и вот таким вот образом город который называли городом спасителя Капернаум его городом в то же время стал и местом жителей которого постигло постигли несчастье как вечные так и земные что является для нас еще сказать одним из подтверждений того что слово Божие не ложное и любое произнесенное спасителем слово сбывается достигает своей цели в и близкой отдаленной исторической перспективе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры субтитры Продолжение следует...